В каждом своем ролике я даю очень важную информацию, практически на каждой минуте. Поэтому советую внимательно слушать контент и до конца. Чтобы не пропускать мои новые видео, подпишитесь на канал. Также это видео будет полезно и тем, кто не может зайти в свой кошелек по ссылке Prism Space. И тем, кто задает вопросы о открытом коде в блокчейне Prism. Ну и тем, кто не знает, какие вообще есть дополнительные сервисы у криптомонеты Prism. Для того, чтобы не нарваться на мошеннические ссылки, вы должны понимать, что такое GitHub. Переходим в любой браузер и вставляем в поисковик слово GitHub. Нажимаем и читаем. GitHub – это крупнейший веб-сервис для хостинга, id-проектов и их совместной разработки. То есть на GitHub выложены все ссылки от разработчиков. На моем канале под любым роликом о криптомонете Prism нажимаете вот здесь на кнопку «Еще» и ищите «Все ссылки по блокчейну Prism находятся только на GitHub». Нажимаете на эту ссылку и переходите на GitHub Prism Core. Эта страница у меня в автоматическом режиме переводится на русский язык. Если у вас не перевелось на русский язык, просто нажимаете здесь правой кнопкой мыши и нажимаете на эту кнопку «Перевести на русский». В любом браузере есть вот эта панель закладок. Если у вас нет этой панели закладок, нажимаете вот здесь на три точки, выбираете «Закладки и списки», переходите на эту страничку и выбираете вот здесь, нажимаете «Открыть панель закладок». Если у вас тут нет закладок, нажмите на пустое место правой кнопкой мыши, выберите «Добавить папку» и называете эту папку, например, Prism. Нажимаете «Сохранить» и на панели закладок у вас появится папка Prism. Теперь в эту папку вам нужно сохранить вот эту ссылку. Для этого вы выделяете эту папку и правой кнопкой мыши выбираете уже «Добавить страницу». Выделяется папка, в которую пропишется ссылка на GitHub. Нажимаете «Сохранить». Теперь, чтобы перейти на GitHub, просто нажимаете на свою папку, нажимаете на ссылку, которую вы сохранили, и вы переходите на страницу GitHub. Почему так важно сохранять все ваши страницы, которые вы часто посещаете, на панели закладок, а не через браузерные поисковики? Да потому что мошенники в браузерных поисковиках постоянно выводят свои фишинговые ссылки на любые, даже банковские сайты в топ. И их ссылки в поисковиках появляются в первых рядах. Приведу пример. Вчера в нашем чате один из таких мошенников выставил вот этот пост о том, что с его кошелька призм пропали монеты, и выложил ссылку, по которой он якобы входил в свой кошелек. Сам пост вызвал подозрение уже с того, что мошенник расположил фишинговую ссылку в начале своего поста в надежде на то, что по ней ну хоть кто-то доперейдет именно по парольной фразе, а не по адресу кошелька. Обратите внимание на ссылку домена, которую он вставил в пост. wallet-prizm.space Такой ссылки на вход в кошелек призм никогда не было. Был домен wallet.prizm.space Сейчас, кстати, и такого домена уже нет. Ребята в этом чате этого мошенника раскусили в два счета. Ну, во-первых, выяснилось, что этот домен wallet-prizm.space был куплен за пару часов до, так сказать, ограбления его кошелька. А за сутки до этого у одного участника нашего чата увели аккаунт, и именно с его взломанного аккаунта этот мошенник пытался распространять эту фишинговую ссылку по многочисленным чатам. Так что настоятельно советую пользоваться именно панелью закладок и никогда не входить в кошелек призм по парольной фразе. Входить нужно только по адресу кошелька. Парольной фразой нужно пользоваться только при выводе монет с кошелька и только тогда, когда вы уверены, что вы вошли в кошелек по ссылке с GitHub или по ссылке, которую вы заложили с панели закладок с GitHub. В репозитории GitHub Prism Core разработчики произвели существенное обновление, а именно, появилось описание, что такое блокчейн Prism. Все ссылки разделили по темам, и интерфейс стал доступным и понятным. В самом начале опубликованы ссылки на белую бумагу на нескольких языках. Что такое белая бумага? Это своего рода паспорт с инструкцией по применению. И эту инструкцию нужно не просто прочитать, а изучить досконально в обязательном порядке. Переходим по ссылке, выбрав свой язык, нажимаем на панели закладок нашу папку Prism и вносим эту страницу в нашу папку. Нажимаем «Сохранить». Считаю важным всем напомнить, что в криптомонете Prism, как и в любой настоящей криптомонете, существует правило защиты вашего кошелька от взлома и хищения ваших монет. Это описано на 28-й странице. Простыми словами тут написано, что после создания кошелька и получения парольной фразы, ваш кошелек еще не прописан в блокчейне. А вот после первого пополнения монетами Prism, ваш кошелек прописывается в блокчейне с входящей транзакцией, но он еще не защищен от взлома вашей парольной фразы. Для того, чтобы ваш кошелек был защищен, обязательно нужно или отправить смс-сообщение, или сделать минимальную исходящую транзакцию на другой кошелек. Или поставить кошелек в Forge, подписав эти транзакции вашей парольной фразой. То есть, нужно, чтобы в кошельке было обязательно две транзакции – входящая и исходящая. Только в этом случае вы можете спать спокойно и быть уверенным, что ваши монеты надежно защищены. Надеюсь, что вы изучите всю белую книгу Prism до конца. В ней очень много полезной и нужной информации. А мы вернемся на GitHub. В разделе «Предварительно скомпилированный дистрибутив узла Prism V.1.10.4.6» вам предложено скачать на ваш компьютер ноду, то есть Prism Core на Windows, EOX, Linux, чтобы стать одним из администраторов в сети Prism. В этой сети насчитывается 6 марта 2023 года 23 411 форжеров. А сегодня, 23 апреля, количество форжерщих кошельков уже 24 094. Как скачать ноду на ваш компьютер? Смотрите на моем канале вот этот ролик. В нем я подробно и пошагово рассказываю, как это сделать. Ссылка на мод узла Prism V1.32 находится чуть ниже в разделе «Предварительно скомпилированный дистрибутив мода узла Prism». А скачать Java 8.221 можно тут же в разделе «Другие источники». В этом же разделе вы можете скачать официальный снимок блокчейна от 28 ноября 2023 года. И тогда вся история транзакций ноды загрузится всего за несколько часов. В этом же разделе вы можете скачать таблицу Excel V.5.8. Благодаря этой таблице вы сможете рассчитать свою доходность генерации монет, внеся в нее открытые адреса своих кошельков. Некоторые держатели криптомонет Prism жалуются, что не могут войти в свои браузерные кошельки по ссылке Prism Space, потому как по разным причинам не следят за новостями. Так вот, довожу до сведения для тех, кто еще не в курсе, что из-за санкций от недружественных стран были заблокированы только некоторые веб-сервисы Prism, которые были созданы на серверах от ЕС. Да, они заблокировали сервера, но заблокировать саму программу для EWM Prism им не удастся никогда. Потому что это программа, а не сайт. Нельзя, например, заблокировать программу для EWM Бухгалтерия S1. Она была, есть и будет. Prism – это точно такая же программа для EWM, скачанная на сотни тысяч компьютеров по всему миру, только с другими функциями. И она так же, как и программа Бухгалтерия S1, была, есть и будет. А вот любой сайт, в отличие от программ для EWM, конечно же, заблокировать возможно по разным причинам и даже без причин. И вот дальновидные разработчики Prism для подстраховки заранее создали запасной браузерный кошелек на другом сервисе. Честям и хвала за их мудрость и понимание ситуации в мире. О том, что для создания кошелька Prism и входа в него существует два сервиса, я рассказывала еще полтора года назад вот в этом ролике. Поэтому, даже если вы создали свой кошелек и входили в него по ссылке с адреса https-wallet-prism.space, то вы смело можете входить в него вот по этой ссылке. https-wallet.prism.vip, как и полтора года назад. Эта ссылка находится в разделе «Основные ресурсы использования». И называется эта ссылка в этом разделе «Интернет-кошелек v1.3». Нажимаем на эту ссылку и нас перебрасывает во вкладку «Онлайн-кошелька vip1.3» в том браузере, который у вас заявлен по умолчанию. У меня в браузере Google Chrome. Видим, что интерфейс для входа не изменился. Одна кнопка для входа, вторая для создания кошелька. Но зато здесь добавили кнопку для перевода. Нажимаем вот на эту галочку. Выбираем свой язык, русский. Как видим, у нас перевелось. Нажимаем «Войти». При входе в кошелек вставляем адрес кошелька. Парольной фразой советую пользоваться только, когда вы выводите монеты с кошелька. Вставили адрес кошелька и нажимаем кнопку «Войти». Как видим, интерфейс и здесь тоже не поменялся. Но зато добавились вот эти кнопки. «Отправить монеты». «Отправить монеты по QR-коду». «Выбрать темный экран». И вот эта кнопка для того, чтобы узнать рейтинг вашего кошелька. То есть баланс вашего кошелька. Сколько на парамайнилась на этом кошельке. «Суточный парамайнинг» – 383 монеты в сутки. «Структура». «Гибридный парамайнинг» – да. «Дни в холд-периоде» – 374 дня. «Последний блок, который поймал этот кошелек». И текущий блок в блокчейне. Нажимаем «Отмена». Итак, мы видим, что при входе в кошелек по ссылке «PRISM VIP» гораздо интереснее, функциональнее, чем кошелек «PRISM SPACE». И самое главное обновление в этом онлайн кошельке VIP то, что парольная фраза при ее вводе вставляется в зашифрованном виде. Что говорит о том, что транзакция подписывается только на вашей стороне и не передается на другие сервера. Но она еще и надежно защищена. Кстати, адрес кошелька также вставляется в зашифрованном виде. И это также большой плюс и очень важный момент в тех случаях, когда вы вынуждены будете вводить, например, его в чьем-то присутствии. Так что это еще раз подтверждает стопроцентную анонимность ваших реквизитов в криптомонете PRISM. Если у вас еще нет кошелька PRISM, то нажимаем «Назад» и нажимаем на кнопку «Регистрация». Пошаговую инструкцию, как создать криптокошелек PRISM за одну минуту, смотрите вот в этом ролике на моем канале. Также криптокошелек PRISM можно создавать не только в браузере, но и в самой ноде. Об этом у меня тоже есть вот этот ролик. Также кошелек PRISM можно создать и в мобильном приложении для андроида. Для этого заходим опять на GitHub. Ссылка на это приложение находится вот тут. PRISM SMS DUBWEB3 на русском и английском языках. Этот нативный кошелек PRISM скачивается с Google Play и подключается напрямую к сети узлов, минуя веб-посредников. Он безопасен, надежен и удобен для ежедневного использования. Разработчики PRISM создали уникальный автономный кошелек, для работы которого вообще не нужны никакие серверы. Как скачать это приложение и как им пользоваться? Смотрите вот этот видеоурок. Бесплатное приложение PRISM SPACE с Google Play для андроида. Установка, обзор, ввод и вывод монет. Заходим в свои закладки, нажимаем GitHub, переводим на русский язык, опускаемся вниз и в разделе «Основные ресурсы использования» под кошельком интернет кошелек V1.3. Видим три ссылки. Нажимаем на все эти три ссылки по отдельности, чтобы они открылись в новой вкладке. И третью ссылку открыть. Вот у нас все три вкладки появились. Нажимаем на первую и видим обозреватель блокчейна. Обозреватель блокчейна – это онлайн-инструмент, который позволяет пользователям просматривать детали транзакций, блоки и адреса в блокчейне. Этот инструмент в виде обычного сайта позволяет не только просматривать, но и анализировать всю информацию об определенном блокчейне. Скопируем, например, адрес вот этого кошелька от одного блокчейна копировать и перейдем во вторую вкладку, которая называется «WebPRISM Ядро». Выберем здесь русский язык и выберем «Зарегистрированный пользователь». Вставляем сюда адрес скопированного нашего кошелька и войдем в этот блокчейн. Видим, что время и в блокчейне, и у меня практически совпадает. Форжинг у этого кошелька подключен. Этот «WebPRISM Ядро» является эмулятором блокчейна. Мы видим тут основной и структурный баланс этого кошелька и как бегут циферки на парамайнинге. Этот эмулятор создали для того, чтобы вы могли понажимать тут на все кнопки, изучить, как работает настоящий блокчейн, в котором вы и только вы будете хозяином. В него можно вставить любой адрес кошелька, но вы никогда не узнаете хозяина этого кошелька. Никогда не выведите с этого эмулятора монеты, потому как парольная фраза тут не вставляется. Нажимаем «Блокчейн Эксплойер». Сфоржено вами. И вот последний блок. 23 апреля 2024 года в 12.2042 был сфоржен блок этим кошельком. Теперь сравним данные транзакции этого кошелька, взятые с доступного для всех сайта обозревателя блокчейна в призм, с данными транзакции, которая была создана непосредственно в личном блокчейне хозяина этого кошелька. И видим, что они идентичны, что и требовалось доказать. И если обозреватель – это сайт, в котором отображаются транзакции генерации блоков всех нод, которые сгенерировали блок, то нода, или так сказать призм-кор, в виде программы для EVM является уже личным инструментом. Вернее сказать, личной собственностью, которую каждый устанавливает с GitHub на свой компьютер лично сам. И это программное обеспечение для хранения в ней ваших кошельков с монетами призм намного безопаснее и надежнее всяких холодных и горячих кошельков. А если учесть то, что в кошельках призм, да еще в ноде, монеты увеличиваются в количестве за счет парамайнинга, то это еще и выгоднее, чем хранить монеты на конституциальных кошельках или на биржах. И поскольку в призм одноранговая сеть, то все держатели монет в нодах являются администраторами этой сети. И поскольку в призм при одноранговой сети нет главной ноды, то получается, что в сети блокчейнов призм все ноды равны. Никто не может вам диктовать условия, потому что условия для всех одинаковые. Никто не может заблокировать ваш блокчейн, потому что это не сайт, а программа, скачанная на ваш личный компьютер. Этой программе не страшны никакие санкции, потому как эта программа будет работать, пока есть свет и интернет. Точно так же, как программа, например, бухгалтерия S1. А теперь нажимаем на нашу третью вкладку и вставляем сюда адрес кошелька, который мы вставляли в эмулятор ноды. Нажимаем войти. Видим данные этого кошелька на этом визуализаторе. Баланс. Сколько напаромайнилось на этом кошельке в реальном времени. Сколько монет в сутки паромайнится на этом кошельке в данный момент. Структурный баланс. Видим, что этот кошелек стоит в какой-то структуре типа паровоз или нейра, потому что у него по одному последователю в глубину на 88 уровней. Здесь мы видим, сколько осталось в Генезисе монет и процент, который уже кошелек Генезис раздал. Ниже мы видим с балансом на кошельках от 101 монеты до 1000 лежит 7,977,000 на 23,000 кошельках. С балансом от 100,000 до 150,000 на 17,270 кошельках лежит почти 2 миллиарда монет. Внизу мы видим карту, на которой можем посмотреть, в какой стране сколько кошельков. Например, в России 47,235. И поднимаемся вверх и смотрим, что да, в России действительно 47,235. На втором месте идет Италия 4,804. Дальше идет Германия, Казахстан и Киргизстан. Благодаря этому визуализатору видим, что криптомонета распространена по всему миру. И чтобы уничтожить всю сеть блокчейна призм, нужно убить все блокчейны. Нужно прийти к каждому форжеру домой и заставить его отключиться от сети блокчейна. Надеюсь, вы понимаете, что это сделать уже ну никак невозможно. Ну а теперь вишенка на торте. Переходим назад на GitHub и нажимаем вот на это слово призм производства. Теперь нажимаем вот на эту вкладку веб-кошелек. И читаем внизу. Это исходники кошелька призм, основанного на веб-технологии. Нажимаем по очереди открыть в новом окне все эти 6 ссылок. 3, 4, 5, 6. Теперь возвращаемся назад в призм производства. Заходим назад в призм корр. Опускаемся в самый низ и нажимаем здесь тоже последнюю нашу ссылку, которая находится в разделе ресурсы для развития. И называется это ссылка инструкции по документации IP. Открываем ее тоже в новой вкладке. Итак, у нас получилось 7 вкладок. Заходим в каждую. По очереди. Я не программист, и поэтому как для меня, так и для большинства из вас эти исходники непонятная тема. Но зато мы теперь знаем, где их искать, эти исходники. И смело можем спорить с теми, кто так яростно пытался утверждать, что в блокчейне призм нет прозрачности, что в нем, возможно, скрыты какие-то левые транзакции. Да, много чего несуществующего пытались приписать блокчейну призм, лишь бы эта программа для EVM не стала хитом. И криптомонета призм не вошла в топ-10 на CoinMarketCap. Ведь для тех, кто действительно разбирается в блокчейн-технологиях, они конкретно понимали и однозначно уверены в том, что блокчейн призм для всех коинов и токенов является очень серьезным конкурентом. Теперь, пусть те, кому так нужны были эти коды, проверяют их и уже аргументированно с фактами попробуют доказать какие-либо уязвимости или махинации. Но навряд ли они их, конечно, найдут. Ну и перейдем на последнюю нашу вкладку призм IP адреса. Описание, содержание, общие замечания. Все ссылочки здесь кликабельные. Те, кто разбирается в этом, нажимайте, исследуйте и внедряйте. Теперь у злопыхателей останется только одна вот эта строчка. Но и она имеет свое оправдание, которое расположено в самом низу на GitHub призм.кор. Внимание! Мы не включаем призм.нгин и Java в текущий репозиторий по соображениям безопасности и для предотвращения создания кем-либо вилок. Этот файл будет опубликован позже. Что это за файл? Этот файл отвечает за начисление парамайнинга из кошелька Genesis. Это и есть ноу-хау в блокчейне призм. За 7 лет было создано уже несколько блокчейнов, похожих на призм. Но еще никто не смог разгадать принцип начисления парамайнинга из Genesis. Поэтому призм единственный на сегодня блокчейн, которому нет аналогов. И это самое большое преимущество перед всеми другими криптомонетами. По сути, на CoinMarketCap собственных блокчейнов, созданных с нуля, можно пересчитать на пальцах. И среди них, конечно же, блокчейн призм. А теперь представьте, что этот файл инжина выложат, догадаться нетрудно, за месяц наштампуют сотни липовых монет с таким парамайнингом от Genesis, привязанного к мировому времени. И понесет неопытный людской поток свои сбережения в новые скамовые проекты, где особо искушенных до большой прибыли обманут и обчистят за короткий срок. Поэтому этот файл должен быть запатентован, чтобы им не могли воспользоваться мошенники. Да и по дорожной карте публикация этого файла на GitHub запланирована на 2025 год. Не забудьте написать отзыв в комментариях о предоставленной информации в этом обучающем видео. И поставьте лайк. Всем удачи и хорошего настроения! Субтитры создавал DimaTorzok